Ну и по поводу еще некоторых песен просят меня объяснить. Трудновато говорить о тех песнях, которые сегодня не исполнялись. Ищут соответствие. В одной песне есть запястье тонкое у одного персонажа, а в другой песне у другого персонажа. И в обеих песнях эта рука с тонким запястьем ненадежно и недоступна. Лирический герой обеих песен получает от обладателя этого тонкого запястья речь или музыку и преодолевает свою ноту. Тут уже совсем недалеко до Шестикрылова Серафима. О его запястьях мы еще не знаем, но перстанет, как Сон. Собственно, вопрос в том, действительно ли существует эта связь и насколько она намерена. Намерена в самой незначительной степени, скорее всего. То есть она настолько незначительна, что я ее даже не ощущаю, вот этой вот намеренности. Ну, не помню просто. Может быть, я и имел в виду, когда это соответствие было, этот повтор полгаза, отсылку к предыдущему интересу. Может быть, и нет, может быть, как совпало. Тут одна неточность, как мне кажется, наблюдается насчет того, что в одной из песен получают музыку от незнакомки с этими тонкими запястьями. Там сложнее все. Сейчас не буду анализировать, но автору может быть информация, некоторый мотив к тому, чтобы еще там посмотреть в тексте. Там скорее мешает с этими запястьями. Когда удаляется, тогда музыка происходит. И еще один вопрос. Эту песню я сегодня пел. В песне у меня был «Удачный день» с три короба «Возмутительные чуши», высказанные важному дяде. Это главная деталь в картине «Удачного дня» или равновесная составляющая общей гармонии? И дальше поясняется вопрос. В этой, будто бы, вскользь поставленной точке чудится некий тонкий намек на толстые обстоятельства. Ну, нет. Ну, разумеется, это вот чистый домосель. Потому что там никакой точки нет. После этого, собственно, жизнь продолжается с не меньшей бодростью, активностью и красочностью. Так что, ну, какая-то точка нет. То есть даже не то, что равновесная деталь. Что значит равновесная? Одна из крутых сил. Ну,Spberry за приходной. До свидания! Да!